Дорогие братья и сестры, всех вас, кто сегодня сподобился причаститься святых бессмертных, животворящих Христовых Таинств, сердечно поздравляем со святым причащением. Преподобный Никодим Святогорец благословлял особенно в свое время подвигов, молитвы, труда и воздержания воспитывать не только себя, но и своих детей в вере Христовой. Прежде всего, обращал он внимание на пример самих родителей, потому что если сами мы не родеем и не ведем такого образа жизни, и в храмы не ходим, и Богу дома не молимся, дома телевизор, интернет, каждый сидит за своим смартфоном, конечно, какое воспитание получает ребенок? Конечно, он подбегает к маме или папе и просит и ему такую же игрушку. Вы же все сидите, дайте и мне, я вас не буду беспокоить. А что воспитает интернет, мы с вами представить можем. Пользоваться, конечно, может христианин, но он должен пользоваться интернетом. Поэтому мы должны быть свободны во Христе от этих зависимостей, воспитывать в детей в духе веры. Если мы этого не делаем, тогда что нам роптать на нашу старость? Когда и в старости-то дети от Бога отходят, да и своих родителей не почитают. И вот сегодня мы слышали с вами в послании апостола Павла к римским христианам. А что такое Рим? Рим под властью императоров, языческий Рим. И вдруг проповедь апостола, проповедь о Христе, проповедь о воскресении из мертвых. И многие люди, римляне, приняли веру, стали тайно приходить, причащаться святых христовых таинств. Каждый христианин считал для себя священным долгом посетить катакомбную церковь. Даже если за это нужно будет умереть, но прийти в храм Божий на воскресную службу, где бы она ни происходила, в подвале, в катакомбах, в каких-то приспособленных помещениях, там, где есть священник христианский. И вот туда шли. И когда пришел туда Павел, когда он посылал туда свои послания, то они были очень жесткие. А что он написал? Послушайте, всего три слова, но к чему они нас пробуждают? «Будьте тщанием неленивы, духом горящие, Господеве работающие». Вот какие простые доступные слова. Какими должны быть христиане среди языческого Рима? Да такими же, как и христиане юбилейного района, города Краснодара, Российской Федерации. Тщанием, то есть усердием трудолюбивы, то есть усердие не должны терять. Что это значит? Вот мы с вами все прекрасно на себе знаем состояние, когда ничего не хочется делать. Вот просто ничего не хочешь. Вот сесть и сидеть. Особенно после сытного обеда или просмотрения какого-нибудь шоу. Все опустошено, даже не читать ничего не хочется. Вот ничего не хочется. Вспомните эти слова апостола. Будьте христиане, не ленивы, у вас у каждого есть свои задачи. Мать, у тебя есть дети, позаботься о них. У тебя есть муж, встань, приготовь что-то для него, погладь рубашку для него. Убери в комнате, приготовь то, что обрадует всех членов твоей семьи. Будь тщанием неленива. Муж, не будь ленив, есть время, ну собери детей, пойди погуляй с ними, освободи жену, пока она тебе же обед приготовит. Добрым словом, поддержи свою супругу, скажи ей добрые слова. А может быть скажи, может чем-то тебе помочь, помочь чем-то тебе, дорогая. Ты устала сегодня, я же вижу. Да какой мир будет в такой семье, когда все будут тщанием, то есть усерднием, неленивые. И апостол Павел продолжает, будьте же духом горящий. А что значит горящий дух? Это значит есть внутренняя энергия, силы, благодати Духа Божия, которая соединяется с Духом нашим. И она уже восставляет человека. Она помогает ему совершать ему добрые дела. Вот почему мы просим в немощи, приди и вселися в ны, и очисти ны ленивых, нерадеющих Духом твоим святым. Который вся немощная врачует и вся скудивающая восполняет. Вселись и очистены от всякие скверны, и спаси блажит души наши. Мы должны, дорогие братья и сестры, прислушивавшись к третьему, очень важному совету святого апостола Павла, принять его ближе всего к сердцу. Господи, работающие. Что значит христиане должны всегда работать Господом? Работайте Господеве со страхом и радуйтесь Ему с трепетом, говорит псалмопевец Давид. Работать Господу, это значит ходить пред Ним. Вспомните, ходил Авраам пред Богом, и это вменилось ему в праведность. Вот если человек живет и знает, Бог смотрит на него. Что он сделал, что он сказал, что он посмотрел, что в интернете открыл. Вы знаете о том, что все, что вы смотрите в интернете, с вами смотрит Бог. Вот вспомните, если же открыл, а Бог смотрит на тебя и на то, что ты смотришь, то, что ты читаешь. Стыдно тебе? Значит, выключи это и не смотри это. Нужно полезную информацию тебе почерпнуть для работы, для информации. Почерпни, но выходи, не забывай о том, что ты должен родить о семье, о детях еще потрудиться. И, конечно, еще и жене помочь, словом добрым, поддержать и уделить ей внимание. Она целый день тебя ждала, чтобы и выглядеть хорошо, еще улыбнуться тебе, чтобы понравиться тебе, а ты пришел и не заметил. Как важно замечать мужчине то, что делает его жена. Вот я советую вам, дорогие мужчины, советовать жене сохранять любовь не только к детям, но и к своей семье. Вот когда такое будет сочетание, тогда будет и радость семейных отношений. Вот тогда вместе вы захотите прийти в храм, вместе вы захотите ради Христа что-то и уделить на нужды церкви. Вот многие из наших прихожан продолжают жертвовать на роспись нашего храма. Почему мы продолжаем богослужение на улице? У нас в храме леса стоят, уже центральный купол освободили, уже перешли над алтарем расписываем, в алтаре леса стоят. Почему это возможно? Потому что многие даже от семьи, работающие к Господу, они уделяют из всего производимого еще и десятинку на нужды, на роспись нашего храма. И я хочу всех вас, дорогие, поблагодарить тех, кто участвует в росписи нашего с вами храма Христа Спасителя. Чем мне хотелось бы закончить, дорогие? Закончить мне хотелось бы тем, с чего сегодня было начато это к вам слово. Со слов святого апостола Павла. Давайте же мы, христиане, нашего юбилейного района города Краснодара, нашей Великой Руси святой, как и тогда римские христиане, давайте услышим, что же хотел сказать нам апостол Павел. Чания не будьте ленивый. Не будьте в своем усердии христианского звания ленивыми. Будьте духом горящие. И работайте, Господи. Причем работайте Ему со страхом. Потому что страх Божий начало при мудрости. Не просто кое-как поработаю, а поработаю ему со страхом и радоваться буду ему с трепетом, а потому и на молитве будет у меня и дух гореть, и не лениться буду, почему? Потому что буду любить Господа и стараться, пока есть жизненные силы, а их у нас немного и не навсегда, поработать Господом. Вот за этот труд, за это усердие, за то, что человек идет к вере в Бога, Господь ему помогает и зато его спасет. Мир всем вам, Божье благословение, ангела-хранителя, с миром и зыдем.